Гражданин начальник, иначе Николай Анатольевича осужденные не называют. В половину своей жизни мужчина в погонах посвятил воспитанию оступившихся. Вот уже 20 лет он работает начальником отряда исправительной колонии. В силовые структуры попал после службы в армии. До этого я работал на тракторном заводе, на Рубсовском тракторном заводе. В то время он уже терпел банкротство в какой-то мере и начал закрываться. Поэтому принял решение поступить в силовые структуры. Как скоро можно увидеть родных, как получить работу в колонии, получить образование. Эти и ряд других вопросов решает воспитатель отряда Николай Миронов. У него 90 подопечных, большинство трудятся на швейном производстве. Они имеют возможность не только погашать свои долги по судебным искам, но и поддерживать свою семью финансово. Отвлекаться на их просьбы, помогать им в решении каких-то социальных вопросов, в вопросах бытового характера. И, в принципе, они будут отвечать тем же самым. Десять лет назад Николай Миронов представлял Алтайский край на всероссийском конкурсе начальников отрядов и воспитателей. Нашего земляка признали лучшим из наставников уголовно-исправительной системы. Работа разнообразная, интересная. И практически каждый день какие-то новые открываются темы. Предоставлена возможность осужденным пользоваться библиотечным фондом колонии, созданным в колонии. Также заниматься спортом, участвовать в кружках. От своей работы Николай не устает и не считает ее рутиной. Говорит, она важна, ведь помогает осужденным встать на путь исправления. К слову, в этом году Николай Анатольевич отпразднует еще один праздник – 65-летие воспитательной службы уголовно-исправительной системы. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.